Кажись, Банановая роща начинается. Я так понимаю, вот тут проезжает поезд, типа Тбилиси-Батуми. Батуми там, Тбилиси там. Продолжаем маршрут. Надеюсь, нас не собьет поезд и будут новые выпуски на канале. По железнодорожным путям. Мы выглядим как беженцы на чужину. Да-да-да, беженцы. Сейчас пойдем вон туда, кажется. Забрался почти на самый верх. Поезд едет какой-то. Вот как раз там, где мы пешком шли, это вот эта дорога. Типа это местечко, где лимоны росли. Вот здесь свадьба, естественно. А так, получается несколько ярусов. С вот такими деревьями. И сверху крепость. Вот там прикольно. О, домики. Пошли посмотрим. Обратно, когда идешь, прикольно получается. Так выходишь. Твое солнце, твоя крепость. Вот. Прикольненько. Уже разделся. Кстати, сегодня знаете какое число? А я вам сейчас скажу. Десятое февраля. Реально жарко. Ну, кажется, у меня даже спина мокрая от рюкзака. Вот. А, то есть купила в крючках и снимаешь? Не ценят люди красоту природы, как мы с вами друзья. Идут что-то там квартиры, машины, сколько людей. Вот. И таким образом мы оказались в отельчике. Вот. С басиком, с видом на море. Продолжаем путешествие по Аджарии 10 февраля. Так, народ. Добрались до грузинской романтики. Мы хз где? Наступает ночь. Ну, вот. Мы просто подняли руку. Волшебным образом остановилась маршрутка. И мы сейчас очень недорого едем в свой город. Вот. У нас такой пати-бас. Да, народ. Короче, новое приключение. Вот мы только что прошли вот тут. О, кстати, я знаю, что это. Слышь-ка? Ты знаешь, что это? Да, я знаю, что это. Короче, мы прошли через вот этот волшебный туннель. Теперь нам надо забраться на какую-то соседнюю дорогу. Вот. И там будет нормальный путь туда, куда нам надо. А идем мы в гости к совершенно незнакомому нам человеку. И нас в гостях будет человек 15 примерно. Но, видно, в Грузии это окей. Ну, дорожка какая-то, местный ручей. Да, народ, шотландский лес или что это? На что похоже, а? Пытаюсь понять, как мандарины, если мы их в октябре собирали, по-моему, как они дожили до февраля. Да, то есть, получается, 4 месяца они висят уже готовые. Грейпфрутовое дерево, народ. Вот смотрите, вот это мандаринчики, вот тут несколько осталось маленьких. А это реально грейпфрутовое дерево. И мы вчера жрали такие грейпфруты с дерева. И типа, если не почистить до самой мякоти, очень горько. А если почистить, вообще рабочая тема. Видок. А мы идем на музыку. Вот там, где только что играли барабаны. И вот нам туда, где барабаны. Короче, просто заходим в рандомный грузинский дом. Чуть не упал. Общая гамарджоба. Гамарджоба деньги. А, ой, я Димона вижу. Я говорю, ты мой гость. Я говорю, заходим просто в рандомный грузинский дом. Ага. Привет. Привет. Давай так едем. Смотри, какое волшебное местечко есть. Мандаринчики, кстати, в доступе. Садишься. Между прочим, то, что в дымке, это море. Так, самый красивый вид в этой локации. Абсолютно обычная вечеринка в грузинском доме. Садишься. 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 Там вон мандарин даже на барабане. Ужас. Попробуй. Тебе. 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 На катай. Чача. Отпусти. Как команда звучит, чтобы она отдала? А? Ого. Чача, дай! Блин, она меня тут со стулом двигает. Чача, фу! Нет. Катерина, давай быстрее тебе показываю. Ты решила там все в пятачке сыграть, что ли? Не в порядке. Ну давай! Блин, уже в рилс не влезет. Ну что такое? Готовы? Смотри. И в глаз, короче. А я знаешь, когда первый раз открыла, у меня щечолка такая. Такой-то коктейль, короче, с белком от лица и с кинзом и раули сверху. Ну у тебя вообще другая техника. Договорились встретиться, короче, на пляже. Потому что, что, 12 февраля, пора на пляже зависать там, почитать книжки хотя бы. Я взял коврик, рюкзак с колоночкой, попить, алкогольно, безалкогольно, короче, поесть. Говорит, я типа напротив Мариотта. Вот это вот, это называется Мариотта. Напротив это вот здесь. Я пришел, звоню, говорю, ну и где? Она говорит, а я не дошла, типа. И на самом деле я напротив вон той цветной башни. То есть это мне надо вон туда идти. А тут линия берега, она как бы большая. А ходить по вот этой вот штуке, ну не очень комфортно. То есть вот что это за спорт? Я бы проехал еще 500 метров, допустим. Ну и все. Наконец-то намутил с соседями какую-то общую движуху. Короче, иду. Смотрите, у меня тут, сейчас его покажу. Ну, в общем, чтобы никого не смущать, взял в пакете. Заказали на 6 человек пирог, который печет женщина вот в этом здании большом. Вон соседка моя идет. Короче, совместную покупку организовал. По 150 рублей за кусок свежего вишневого пирога. Попробуем, если вкусно будем заказывать. Прикол в том, что сейчас придут еще 3 человека вместе со мной. 8 тысяч подписчиков на ютубе. Как они будут фотки смотреть? Главное, меня позорит, потому что я сейчас не роза. Его порежу перед этим. Я мог бы топором только его разрубить. Я же мужчина, поэтому надо аккуратно сделать. Так, извините, профессиональная нарезка. Оказывается, можно было сделать меточки вот такие вот маленькие. Вот. И по ним, типа, разрезать вообще ровно, идеально на 6. Супер, да. Так, давай. А ты Александра? Да. Ага. Твой один, пять флори в косу. Можешь выбрать. Да, можно. Так, дошел до креста. Вечерняя прогулочка. Сегодня в другом стиле. Зима, кстати говоря, февраль. Так, народ, самая верхняя точка, это вот эта закрытая дверь. Выше уже подняться. Вариантов нет. Все. Я потрогал. Все, я поднялся на самый верх. Так. А куда надо снимать? Сюда, сюда. Знаешь, куда ты снимаешь, давай покажи. Вот так вот? Конечно. Там уже все работает. Сейчас, погоди, еще вилочка где-то была шикарнейшая. А что именно мы снимаем? Твою трапезу вечернюю? Да. Вот, все, готово. Смотри. Это можно вот так уже снимать? Да-да-да. Заливаю? Да. Прям здоровое питание у тебя. Ага. Кайф? Выглядит очень неоднозначно. Сейчас будем пробовать. Смотри, что взял десертную елочку. Это не десертная, это обычная елочка. Ну что, давай, вырубай.